Уважаемые коллеги, здравствуйте! Меня зовут Татьяна Раитина, я директор агентства Атлас коммуникации и основатель Всероссийской воездной школы педагогов. Для меня большая честь быть приглашенной модерировать дискуссию сегодня. У меня почетная миссия хорошим людям передавать микрофон. Я надеюсь, я справлюсь с ней. Мы сегодня говорим про персонализацию обучения в массовой школе. И это важно, потому что с самим термином есть непонятки некоторые. Я надеюсь, что мы сейчас с этим разберемся. Ну и уж с реализацией этого прекрасного явления в массовой школе у нас совсем все как-то грустно. И, может быть, сегодня мы с вами увидим свет в конце туннеля и поймем, как вообще это можно делать, какие для этого есть инструменты и, в общем, есть ли выход действительно. Я хочу представить сегодня коллег, которые будут дискутировать на эту тему. И начну, наверное, с дам. Хочу представить вам Наталью Лакалову. Наталья руководитель, директор основной старшей школы Ломоносовского холдинга. Ангелина Трофимова, директор начальной школы Ломоносовского холдинга. И там и там есть персонализация обучения. И сегодня мы, надеюсь, услышим, как она реализуется на практике. Также я хочу вам представить Дмитрия Зеливанского, руководителя тьютерской службы новой школы. Дмитрий, рады вас видеть. Спасибо, что нашли время к нам приехать. И также я хочу вам представить Станислава Янкевича, менеджера по международным связям в гимназии Хорошкола. И Станислав тоже непосредственно имеет отношение к реализации и персонализации обучения в новой прекрасной Хорошколе, основной школе. И начать я хочу с вопроса. Вопрос такой. Если мы откроем любую, абсолютно любой сайт, вот просто зуб даю, любой сайт открываем, и там написано «частные или государственные школы». И там везде написано про индивидуальный подход. Иногда еще там проскакивают слова «персонализация обучения» или «персональные траектории обучения» и много разных других вариантов, производных от слова «персонализация». И у меня, соответственно, к вам вопрос. Я попрошу вас по очереди, может быть, высказаться, чтобы мы с вами с понятиями и терминами разобрались для начала. Персонализация и индивидуальный подход – это одно и то же? И если нет, то, собственно, что глобальнее в смысле обучения сейчас в массовой школе? Спасибо. Индивидуальным подходом сегодня, я думаю, вряд ли кого удивить, а вот персонализация – это новый тренд. Мы понимаем персонализацию как образовательная траектория или образовательный маршрут, выстраиваемый с индивидуальными потребностями, запросами и сильными сторонами каждого учащегося школы. Индивидуальным подходом можно очень сильно удивить, если он есть в наличии. И как его назвать, индивидуальный подход или персонализация, на наш взгляд, в принципе, одно и то же. Важно, чтобы это было реально в деле. Я абсолютно согласна, потому что, если говорить вообще о персонализации, это некая модель уже более глобальная, действий, направленных на работу с ребенком. А вот индивидуальный подход – это как раз тот порядок действий, который необходимо выполнить для того, чтобы он был осуществлен. Для меня немножко разные вещи. Если говорить про индивидуальный подход, то можно посмотреть на такую модель, что вот у нас есть общий, одинаковый результат для всех. И индивидуальный подход – это как человек приходит, каким путем он приходит к вот этому результату. Это если говорить про обычную школу, где есть стандарты образования. И как-то все туда движутся. И мы в индивидуальном подходе находим для ребенка способ, как ему справиться с этим, как ему совладать с этим знанием, которое, в общем-то, предопределено. И у него есть, чаще всего, такая небольшая доля выбора, то, что он может выбрать себе. Но чаще всего это про это. Если говорить про персонализацию, то здесь ключевую все-таки функцию играет слово person, то есть личность. Это про то, чтобы к ребенку относиться немножко иначе. То есть относиться как к личности, развивать личность. И здесь у нас, во-первых, у ребенка появляются свои смыслы, которые ему нужно найти. А во-вторых, у него могут быть другие результаты в конце. Индивидуальный подход, он, в принципе, тоже не отодвигает его выборы с точки зрения развития. Не только обучения, но и развития. Коллеги, тогда у меня еще вопрос. Разделились мнения, очевидно, что у кого-то это одно и то же, у кого-то не одно и то же. Станислав высказал точку зрения, что персонализация более глобальная, если брать как явление. Вопрос следующий. Смотрите, мне кажется, что персонализация, она пахнет технологиями. А индивидуальный подход, он пахнет личностью педагога и отношением педагога. Согласны ли вы с этим и можно ли это как-то совместить? Вы знаете, индивидуальный подход не пахнет личностью педагога, потому что работа, дело любого педагога, придя в класс и обучая детей, использовать технологии для того, чтобы этот процесс был действительно состоятельным, состоявшимся и направленным на результат. Мне кажется еще, что на самом деле любое результативное дело, оно должно пахнуть технологиями. Потому что если нет технологий того, как ты делаешь, что ты делаешь, для чего, какими способами, в какие этапы выделяешь, что конкретно в каждом этапе, тогда, собственно, можно говорить просто о чем угодно. Но вот если есть реальная программа, простроенная, и есть результаты, ну это уже, наверное, все-таки технологично. Да, у меня на самом деле как раз акцент на технологиях персонализации. И я бы хотел даже вам несколько слайдов на эту тему показать. Если можно, вывезите, пожалуйста, слайды, которые я подготовил. И пока нам выводят слайды, я могу сказать, что мы в Хорошколе, прежде чем запускать работу школы, мы изучали лучшие практики по всему миру, мы ездили в разные школы, мы смотрели, как они выстраивают персонализацию. Такие школы, как Summit школа, Hanlab school, Blue school, великобританская, предыдущая из Америки, и сеть скандинавских школ различных мы также смотрели. И главный вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что ключевая концепция персонализации заключается в технологизации образовательного процесса. Технология пронизывает все, как правило, в форме учебной платформы, на которой дети самостоятельно формируют свои учебные цели, могут отслеживать прогресс по тем целям, которые они для себя сами установили. И что интересно, цели касаются не только содержания и знаний, но и второй, компетенций, которые ребенок для себя определил как желаемые, и личностные качества тоже в ряде школ ставятся как цели, и ребенок движется к ним через вот эту платформу, посещая те или иные занятия, принимая участие в тех или иных активностях. И таким образом технология в Хорошколе в перспективе будет играть ключевую роль в персонализации образования. Можно пока слайды появятся. Смотрите, когда вопрос был про технологии, давайте разделим. Наверное, речь шла о цифровых технологиях, но для нас прежде всего персонализация — это другая педагогическая технология. То есть, во-первых, надо по-другому смотреть на ребенка, по-другому действовать, и это, да, прежде всего педагогическая технология. Второе, да, я поддерживаю полностью, что с точки зрения мониторинга, с точки зрения отслеживания прогресса, здесь не обойтись без цифровых технологий. У нас тоже есть своя платформа, которой мы пользуемся. Но если бы задали вопрос, а что важнее, то есть по мне это все-таки педагог, личность, которая может смотреть на другую личность. Да, хочу добавить, наверное, поддержать, потому что вот так сложилось в Ломоносовской школе, которой, кстати, в этом году 25 лет, так сложилось, что в начальной школе у нас есть технологичная платформа, а вот в основной и старшей школе ребята, это, ну, так скажем, в кавычках по старинке, заполняет вот такой индивидуальный образовательный план. И вот, как вы правильно говорите, это такой очень тесный контакт каждого ученика с большим количеством взрослых, которые вокруг этого ученика сплотились в едином порыве сделать для него, вместе с ним, какой-то определенный образовательный результат. Причем каждый раз эта технология развивается, каждый раз этот учебный план практически каждый год совершенствуется, меняется, изменяется. Вот. И мне бы хотелось сейчас показать вам очень краткий фильм. Девушки, будьте добры. Наверное, лучше всего... Давайте, да. Ну, я в продолжении. А, можно говорить, нет? Да, да. Ну, предыдущий слайд, будьте добры. В общем, еще предыдущий, и еще, и еще. Ну, вот, собственно, те школы, просто зафиксировать, чтобы вы для себя это усвоили, то, что вот школы, которые мы считали инновационными, и на которые во многом ориентировались. Следующий слайд – это пример, ну, типичного дня хоро-школы, из которого я делаю вывод и говорю о нем, что в хоро-школе технология – это не является целью самой по себе, а это инструмент, который помогает детям творить, учиться, помогает и вдохновляет. То есть вдохновляет, потому что это действительно передовые технологии, это вот эти очки, VR-технологии, да, искусственной реальности. И это все не является целью самой по себе. Вот, опять же, в этих хороших школах, которые мы изучали, это все было именно инструментом или средой, сопровождающей учебный процесс. И вот на этом я как раз и хотел бы сделать акцент. Спасибо. Верните, пожалуйста. Вот это школы США, это Великобритания, а это скандинавские школы. Дорогие друзья, ну, я бы хотела сказать о том, что для того, чтобы персонализировать учебный процесс и осуществлять индивидуализацию в процессе обучения ежедневно, для этого ребенок, прежде чем он начнет ставить цели, определять результаты и выбирать инструменты, для этого он должен, согласно возрасту, сначала научиться понимать, что такое цели, что такое задачи, отличать одно от другого, понимать, что на его языке означает, например, цель этого дня, вернее, задача этого дня, цель этого года. И здесь технологиями, собственно, работы с детьми является работа педагога. И, безусловно, говорить о том, что, вот Наталья Литиновна говорит, что в начальной школе у нас действительно эта платформа существует. Но платформа, она нужна для того, чтобы быстро и удобно получать, обсчитывать результаты, собственно говоря, и делать выводы. А вот анализировать и планировать, ну и, собственно, действовать, это уже задача человека, никак не машины. Да, если можно, девушки, включите, пожалуйста, фильм. Нам сейчас дети расскажут, что такое индивидуальный образовательный план. Пока включается фильм, я продолжу говорить. Для начальной школы невозможно создать вот такой план, напечатанный, потому что это работа учителей, и это работа как раз необходима для того, чтобы обсуждать это с детьми и родителями. А вот когда они уже осмыслили, научились понимать, что такое цель и задача, определять, отличать одно от другого, но и, собственно говоря, добиваться результатов, тогда можно переходить уже к самостоятельным формулировкам. А пока начальной школе мы их только направляем. Ну и так, вот перед нами сейчас ребята старшей школы. План ребят основной школы с 5 по 7 класс немножко разнится, естественно, по сравнению с планом старшеклассников. Вот, давайте послушаем, что они говорят. Может быть, еще одну флешку? У меня есть в запасе. Ну, я хочу сказать, что на самом деле индивидуальный подход не просто в обучении, да, очень важен. Важна сама, ну, самообразовательный процесс. Не только то, что происходит на уроке, но вообще все, что происходит с учеником в школе. По сути, ребенок живет в школе, и поэтому понятно, понятно, что если школа дает возможность ученику, там, подростку или ученику начальной школы попробовать себя в различных сферах, да, может быть, даже начиная не с учебной. Часто так бывает, что дети неуспешны в учебе. Надо найти тот момент, где он может быть успешен в другой сфере. Возможно, это сцена, возможно, это спорт, и тогда это различные мотивирующие рейтинги. Вот это очень важно в индивидуальном подходе и в персонализации, собственно, да, вот найти те ступеньки, по которым будет ступать именно этот ученик, именно в этом учебном заведении, именно используя этот ресурс. Очень важно, чтобы об этом знали родители, потому что вот наш индивидуальный план подписывает не только классный руководитель, родитель, да, согласует с администрацией, и ученик в течение учебного года, проходя по этому маршруту своему образовательному, имеет несколько различных деловых встреч в течение этого учебного года. Это может быть встреча с классным руководителем, это может быть встреча с администрацией, это так называемые деловые встречи с директором школы по поводу того, как ты продвигаешься в своем вот этом образовательном маршруте, как ты выполняешь индивидуальный образовательный план. Вот хочется вспомнить недавний разговор, буквально пару недель тому назад мы встретились, так, кажется, звук появился, пришел к нам один из наших выпускников, студент третьего курса, и рассказывает такой случай о том, что буквально на днях пропал мой однокашник, мой друг по студенческой группе, пропал, целую неделю его не было. Оказывается, он ушел в дауншифтинг и искал себя на третьем курсе, он не понимал, что с ним происходит, как дальше двигаться, что с этим делать, как вообще с самим собой быть, учиться, не учиться, быть или не быть. И только сейчас, только на примере этого своего друга я понял всю важность того, что вы делали с нами, вот зачем вот эти вот книжечки мы бесконечно заполняли. Вот когда приходит осознание у некоторых, у некоторых оно приходит гораздо раньше, у некоторых вот в ВУЗе, но то, что вот эти самые soft skills, о которых сейчас говорят, заложены уже в школьное время, это очень важно для того, чтобы ребята становились реально успешными а, учениками, б, студентами, в, просто успешными людьми. Уметь планировать, уметь рефлексировать, уметь привлечь весь ресурс, который представляет школа, осознанно к этому отнестись. Да, часто сказать, не, ну вот это вот я не делал, вот это я тоже не делал, но зато у меня получилось это, это и это. И на итоговых собеседованиях в конце вообще обучения в школе мы видим потрясающе сознательных, самостоятельных, ответственных молодых людей, которые, приходя в школу, уже будучи студентами, говорят в школе за это большое спасибо. Вот это реально работающая такая технология, она прошла, так скажем, испытания временем и вот приносит такие плоды. Прямо сейчас, вот когда мы выступаем в хрошколе, гостят, а точнее работают наши партнеры из Марцана Института США, Ричард Делоренцо, Дуглас Финн, которые занимаются тем, что помогают нам сделать эту персонализацию возможной. Марцана Институт известен тем, что трансформировал ряд американских школ именно по части персонализации образования. И ключевая концепция — это так называемое mastery-based learning, то есть обучение через освоение, когда учебный процесс выстроен не в соответствии с временными интервалами, за которые ребенок должен освоить тот или иной набор каких-то знаний. А на основании того, освоил ли данный конкретный ребенок, то, что он сам для себя определил, теми путями и теми способами, которые он также сам для себя определил, исходя из своих сильных сторон. К этому нужно идти. Это целевая такая модель, к которой мы идем. Сейчас естественным образом это работает прежде всего за счет тьютерской службы, которая у нас тоже очень помогает детям самостоятельно определять для себя учебные цели, сопровождает их, какие-то сомнения или трудные вопросы разрешает. Это технология и это индивидуальный подход, тот самый пресловутый, который, почему я называю его более узким, а персонализацию более глобальной, индивидуальный подход со стороны учителей. Вот это то, как сейчас в хрошколе работает персонализация. Тьютерская служба совместно с целым цифровой и образовательной средой, под цифровой средой мы понимаем, в том числе, возможность отслеживать выполнение своих целей. И сама возможность – это часть мотивации детей, что ребенок осознанно подходит к своему учебному процессу, с ним не случится, как история с дауншифтером через какое-то время. Хотя если это осознанная история, и человек сам для себя решил. Да, возможно. Ну вот я продолжу линию и поддержу немножко коллег. У нас персонализация – это все-таки про развитие личности. И вот кто был на предыдущей части про blended learning, где там была прекрасная картинка, ребенок, который сам учится через все. И вопрос, а как к этому прийти? Мы же понимаем, что он сам туда не придет. Должны быть какие-то педагогические технологии, которые позволяют ему вот эту позицию занять. Она же неестественная. У нас основной акцент именно на это. Как сделать его самостоятельным как учеником, так и деятелем. Тьюторская служба у нас тоже здесь играет ключевую роль. У каждого ребенка есть тьютор, и ребенок встречается с тьютором еженедельно. Но вот если мы посмотрим на статистику запросов, которую я на первом выступлении утром показывал, все-таки две трети ребят, а это подростки 5-8 класс, им не предметность важна, они говорят за жизнь. То есть они говорят про, во-первых, рефлексию общую, рассказать вообще, как у меня проходит жизнь, что у меня происходит. Это про поддержку, про структурирование своей жизнедеятельности, про эмоциональную поддержку. И потихоньку через вот такое общение личностное они начинают выходить на позицию собственника своего образовательного процесса. То есть они начинают понимать, что эта жизнь моя, это обучение, оно для меня, не для мамы, не для учителя. А мне здесь может быть что-то интересное, что нет. И там, кстати, интересные результаты идут. У некоторых резко возрастает интерес к паре-тройке предметов, они туда уходят. А по другим очень сильно падает. То есть когда они начинают чувствовать себя, чувствовать свои интересы и из них выходить, мы получаем такую картину, что вроде вот его спрашиваешь, у нас просто есть такая статистика по интересам. То есть мы измеряем его интерес к учебе по предметам в начале года, в конце триместра. И получается, что ты его спросишь, ну как тебе вообще интерес? Он говорит, да, вырос, мне очень интересно. А потом начинаешь смотреть по предметам, сильно упал, потому что вот он на трех сосредоточился, а остальные ему неинтересны. И он не находит смысла для себя, в других. Вот у нас такая задача, как-то чтобы они начинали осмысливать, вот что для меня в этом всем. Не для учителя, не для родителя, который его пихает. Понятно, что они хотят больше, лучше и так далее. И в этом плане это ключевая педагогическая технология для нас. Да, наша система позволяет мониторить и метапредметные навыки, и личностные качества, и мы следим, мы мониторим, и это такая хорошая подмога. Но по мне основная сложность все-таки не в компьютере, она в людях. Я вот прям хочу вас поддержать, особенно в плане роста личностного ребенка. Знаете, чем быстрее мы договоримся с родителями, с семьей, у которых есть свои ценностные установки, у которых есть все равно свое прекрасное представление о том, каким должен быть ребенок в этой семье, у этих родителей, тем быстрее мы личностно поддержим, вырастим и укрепим нашего ребенка. Так вот, хочу сказать, что работу с родителями мы начинаем буквально с первых дней, с первых моментов этой индивидуальной встречи, этой родительской собрании. Но нет ничего лучше индивидуальных встреч с семьей, потому что именно на этих встречах мы говорим о том, каким мы видим ребенка со своей стороны, и что мы для него планируем. И вот здесь задача согласовать видение школы и семьи, и договориться о прекрасном, славном и замечательном пути движения ребенка вместе с семьей. Потому что если мы будем планировать, двигая ребенка в одном направлении, а семья будет по-прежнему считать его тем малышом прекрасным, замечательным и чудесным, каким они его привыкли считать, никогда личностно ребенок быстро не вырастет, никогда он не станет на ноги и не пойдет самостоятельно, пока мы здесь не договоримся. Я бы еще, наверное, добавила, что очень важно, чтобы привести взрослеющего человека к успеху. Вот мы как-то здесь не обсуждаем такую мотивирующую, конкурирующую среду, потому что у нас очень давно и очень успешно работают такие рейтинги, как ученик года, самый спортивный. Это такие простые технологии, можно сказать, советских, а еще, может быть, и даже ранних времен. Но, тем не менее, для детей очень важно получать успех в одном из конкурсов, быть победителем, входить в десятку или пятерку лучших. Это создает такую очень бодрую жизненную атмосферу, это позволяет ребятам получать успех, если, допустим, не в учебе, как я уже говорила, а в спорте, или в конкурсе на лучшего исполнителя какой-нибудь, там, бардовской песни. Это тоже очень важная такая вот мотивационная вещь, как различные рейтинги. Я когда показала наш индивидуальный образовательный план, вчера на дне открытых дверей, одно из посетителей, это то, что делает Макинзи со своими сотрудниками. Вот, на самом деле, они живы, все эти планы, все эти мотивирующие конкурсы. Абсолютно, да, абсолютно, да. Это очень важно для детей, вот получать маленький свой, но успех, это прям просто принципиально важно для того, чтобы они дальше начинали верить в себя, дальше начинали идти по вот такой вот ступенечке вверх. Я на что хотел обратить внимание, потому что дискуссия сразу пошла от предыдущего различия индивидуализации и персонализации. И вроде как это такие очень устремители термины, которые все жонглируют вот с детства. В то время как вот меня как раз терминологическая сторона пугает. Я считаю деструктивной. Значит, это яркий пример того, как с запада пришедшие терминологии адаптируются здесь, при этом адекватного перевода, аккуратного нету. И вот меня пугает вот это множение вот этого вопроса. Значит, ведь сейчас, допустим, перед нами сидят лидеры, которые там посмотрели эти технологии, пытаются применить у себя. Естественно, что для них, там они берут терминологию, которая была на западе, на самом деле, то, что я читал, устоявшихся тоже нету, там еще спорят по поводу этого тоже. В то же время, если, чтобы вас слушать, что любых, кто на эту тему говорит, что американцев читать, которые об этом пишут, значит, на самом деле, все это является фактически одним и тем же. Они по-разному. Солистическое соревнование, кстати, тоже туда же. Наверное, да. То есть это фактически развитие одного и того же. Ребенок от того, что его вводят за ручку, должен прийти к какому-то уровню того, что он входит сам. Куда хочет или куда его ведут и так далее. Фактически все вокруг одного. Но после того, как вы начали это дело внедрять, завтра это станет общим местом, а послезавтра нам нужно будет объяснять родителям, чем отличается индивилизация от персонализации. Зачем? А затем, что они вот предыдущие, через два сессии, которые здесь были, нам рассказали, что родители сегодня уже очень образованные. Они много чего знали. И с ними, но при этом они нахватанные. Там сказали слово образованное, но на самом деле они нахватанные. То есть получается, что целостного подхода у них нету. Они каких-то вещей понахватали. Значит, просто так с учителем они не разговаривают. Им подавать грамотного, который умеет их разложить, чтобы они почувствовали, что за ним что-то лежит. То есть мы волей-неволей вынуждены уходить на них. И у меня здравый вопрос. А нафига? Почему нельзя взять слово индивидуализация? Вот я говорю о терминологии. То есть сейчас вы закладываете фактически основу терминологии того, что будет происходить образование. Значит, почему бы не соотнестись к тому, что да, американцы это называют так, это называют так. Мы можем это называть всю индивидуализацию, рассматривать, что вот это, вот можно так индивидуализировать, можно так, можно так, можно так. На мой взгляд, это существенно упростит диалог у нас здесь. Это пусть нам ученые скажут, а мы будем придерживаться общей терминологии. На самом деле, по большому счету, родителям важен результат. Насколько ребенок успешен, понимаете, насколько он научен, насколько он конкурентоспособен. А как это называет школа? Ну, про тех, с которыми я, например, сталкиваюсь. По-моему, если говорить о индивидуализации и персонализации, уже нельзя говорить о том, обобщать таким образом всех родителей. Ну, это смотря как с ними разговаривать, как... Терминологию, и с вами из-за терминологии сцепятся. А кто-то скажет, да, ребенку хорошо принес к ним, называйте... Я согласна с вами, да, я согласна с вами. Важно, вот, понимаете, вот это и есть, собственно говоря, открытая прозрачная система. Вот сразу договариваться с родителями, что у нас, чем называется, и к чему. Да, да, я поняла, да. Вы делаете, что вы делаете Михаилу? Скажите американцев. Может, он сказал Михаилу, это был за ауэверды, так сказать. Значит, у американцев персонализация иногда очень тесно связана с таким-то вещью, которые тут ни слова не сказали, с big data. Когда есть такая-то массовая программа, да, MOOC, как бы сказать, L-O-C. Это массовая программа, где-то работает на десятках тысяч студентов, да, после этого получают обратную связь, причем подробную очень. Сколько кто там провел времени за видеолекцией, сколько времени он работал на ДСЭК, это гласальный объемт данных. Они обобщаются, и после этого эта программа начинает персонализироваться. Это вот тот самый аспект, который тут совершенно не рекомендают. Спасибо. Поэтому я бы аккуратнен был с этим термином персонализации. Есть индивидуализация, индивидуальные планы, все такое прочее. И слава Богу. Спасибо. Я попробую ответить Михаилу. Хорошо. Да. Я согласен с тем, что есть путаница в терминах. Если говорить про общение с родителями, мы стараемся объяснять на пальцах, не используя терминологию. Это раз. А второе, у нас есть счастливый шанс показать, что мы делаем. И таким образом избежать теоретических дебатов. Потому что, на мой взгляд, вы правы. На словах сегодня это не объясняется. У нас осталось пять минут. Вы, например, неслава. Просто сейчас, неслава, скажешь, пожалуйста, а у вас. То есть нет вопроса по индивидуальной персонализации? Хотелось бы что-то здесь как-то, если вы сейчас вернулись от начала. Ну, я могу только поддержать коллег в том смысле, что действительно очень важно расставить точки над «и». понять, что означает индивидуализация, что означает персонализация. Но это касается… Индивидуальный подход. Но это касается не только этой темы. Этот вопрос, мне кажется, не специфический. Это вообще сейчас касается всей системы образования, всех этих новых смыслов, которые сегодня курсируют на этой секции, на другой секции. И поэтому вопрос именно не специфический. Как сейчас это все будет осмысляться? Ну вот мы сейчас сидим и осмысляем это, каким-то образом формируем эту повестку. Ну да, мы стараемся поделиться тем, как у нас, и как мы это называем. Стараемся делать это осмысленно. Потому что вы сейчас фактически начинаете вот этот тренд. И от того, какая терминология будет вами использоваться, вот мы здесь уже говорили, значит, те, которые здесь уже дальше это понесут. Сумные виды у себя в школе начнут этими двумя словами говорить. И дальше оно пойдет. Я, по сути, призыву тех, кто задает, с тем, чтобы говорить об этом и не разговаривать. В министерстве образования вряд ли будут прислушиваться нам. Я тоже темплю, с самых первых слов. В России есть тьютер официальной профессии. Есть профстандарт, есть определение термина индивидуализации. Индивидуализация введена в ряд нормативных документов федерального уровня и профессионального уровня. И имеет смысл, по крайней мере, держаться от того, чтобы искусственно вводить персонализацию. Зачем? Можно понять, о чем нам это слово, что нам не хватает. Развлечения индивидуального похода индивидуализации. В большинстве слоев решен, он как бы понятен. Я просто что хотела сказать? У нас структурируется по новому сферу образования. Управляется такая позиция, которая отвечает за выходы в индивидуализацию. Она называется тьютер. Есть документы. Давайте изучать документы. Если на что-то ссылаться, лучше на них. Потому что все-таки большая часть профессионалов это читает. Спасибо. Положение усугубляется еще одним обстоятельством, в котором мы вообще не забываем. Выросло новое поколение родителей, которые знают английский лучше, чем все мы. Понимаете? И они читают интернет больше, чем мы. Поэтому надо как-то быть любым. Вот там еще вопросы. Еще вопрос я задаю. Немножко куда-то аккуратнее, потому что страшно. Все это темно. Я буду говорить про индивидуализацию. И подняли вопрос о рейтинге. Насколько рейтинги, которые поражают конкуренцию, вяжутся с тем, что индивидуализация, когда ребенок сравнивает себя с самим, с собой. Какой пункт хочет, может, внутри вот этой своей лектории, не облядываясь на антуреи. Насколько это совместимо вообще? Не кажется, что это противоречит одно-другое? Когда присутствуют рейтинги, и тогда... Ну, вы знаете, мы это очень аккуратно вводим. Начинаем с конкурса «Класс года». Потому что очень важно, чтобы дети почувствовали себя в сообществе, в этом коллективе. И научились работать сначала на то, что твои результаты, твои, собственно, достижения принесут в общие копилки достаточно большой результат для твоего класса, для твоей группы, для твоего сообщества. А только потом вводится конкурс «Ученик года», для того, чтобы дети научились уже как раз персонализировать все то, что они, собственно, делали, привнося в общую копилку. И здесь, вы знаете, ценным является как раз работа, опять же, педагогов, технологии, которыми мы владеем, для того, чтобы разводить понимание результатов собственных и мои результаты могут помогать кому-то. И у нас это в школе ценно. То есть ты можешь добиться чего-то и привнести это еще и в копилку твоего одноклассника или твоего класса. Ну, я бы коротко скажу, что у нас нет рейтингов. Мы как раз принципиально за то, что вы сказали, чтобы ребенок, прежде всего, сравнял себя с собой. Но, на мой взгляд, важнее, чтобы вот эта часть была. Если к ней есть рейтинги, ну, ничего страшного. Нет, на самом деле, нужно быть действительно очень тонкими педагогами и чувствовать разные возрастные особенности, понимать. Допустим, если в начальной школе есть конкурс класс года, то в среднем звене его уже нет. У нас другие задачи. Мы объединяем классы в потоке. И старшие школы – это вообще конгломерация старшеклассников. Поэтому здесь все нужно очень смотреть и очень тонко подкручивать каждый раз, каждый год. Там, я не знаю, дети все-таки реально меняются. И все это очень важно чувствовать и не костенеть в том, что придумано все время, идти в ногу со временем, в ногу с тем, что оно несет. Понятно, какие дети приходят в школу, какие родители, какие их запросы. Все это очень тонко. Если эти тонкости существуют, значит, существуют хорошие результаты. Спасибо. Я бы попросила, наверное, почта. Смотрите, здесь мы, собственно говоря, в основном стоим, тень паба, паба инновационная, где рождаются новые тренды. Тренды для реализации обучения по настоящему, по взрослому. И когда по каждому ребенку сыграть совет, это тоже хорошо, наверное, тоже работает. А когда используются какие-то новые прогрессивные истории, когда мы соединяем технологии с людьми, с юридической службой, и со всех сторон какую-то 3D модель, собственно, формируем, того липидата будущего ребенка, который он, прежде всего, хочет сам растичь, это очень важно. И когда возникает вопрос. У вас трудности? Очевидно, сейчас начинать разбудить технологии, да, это было уже понятно. У вас трудности, вот в этих инновационных, вы частные школы, у которых большие возможности. А и возникает вопрос. Кабатор структива, собственно, отрасляет этого опыта, заражирование этого опыта, вот на мастеровое все-таки образование. Мы немного лукавим, когда мы говорим про индивидуализацию мастерного образования, приводим в пример такие инновационные, мощные школы с хорошим финансовым, человеческим ресурсом. Вот что делать с остальным, собственно говоря? Есть ли у нас свет в конце Тунеля для вот той огромной массы школ, которые, ну, государственного сектора, которые работают с тем, что есть, и заранее на рамки, да, в том числе и нашего, значит, отзыва, да, кулирующих отзывов. Есть ответы? Ну, послушайте, технологии не были бы технологиями, если бы они не транслировались на другое количество детей, наверное, все-таки. Мне кажется, очень важно желание администрации школ, да, для того, чтобы вот давать возможность детям продвигаться, быть успешными. Ну, я думаю, что любая технология может транслироваться в различных условиях. Понятно только, нужно понимать, что это за условия, к чему стремятся люди, которые хотят это внедрять. Ваша Анатольевна, готовы ли вы, в вашей школе, и вы, как родители, а, собственно, транслировать это и обучать? Больше того мы это делаем, да. Ломоносовская школа давно работает на рынке образовательных услуг как консультант, как, недалеко, кстати, в апреле месяц у нас состоится очередной семинар обучающий, приглашаю всех желающих, приезжайте к нам в школу. Вот, и у нас есть институт международный, который занимается обучением педагога. Спасибо большое. Я не знаю про свет, видя те трудности, которые у нас сейчас. Я не представляю себе, как это можно в массовом порядке внедрять. Но вы задали вопрос про трудности, и я его еще свяжу с вопросом про терминологию. Понимаете, какая штука, неважно, какой термин мы здесь подберем и на каком согласимся, все, что будет за ним, все вот эти слова, они говорят о таких вещах, которые все равно невозможно понять, не имея своего собственного опыта. И основная трудность у нас в том, что у нас взрослые, в основном педагоги, которые пытаются это сделать, у них нет опыта индивидуализации, они не знают, что это такое для себя. Ну, то есть вот как. Когда я вот на конференциях задаю вопрос, поднимите руку, у кого есть личный какой-нибудь помощник, психолог, тьютер, коуч, терапевт, ну, лесорук обычно. Ну, по мне это как раз вопрос к школам, начиная вот со средней. И если говорить про вот решение, оно в том, чтобы начинать себя, начинать пробовать вот как-то ощущать, что это такое. И может быть, когда вот поколение, у которого был вот опыт, который мы сейчас создаем, оно вырастет, тогда это все станет массовым. Ну, в общем-то, это понятно, поколение это, да? Ну, поколение, да. Я не случайно напирал в своей речи на цифровые технологии, потому что в массовых школах будущее именно за цифровыми технологиями, которые позволяют как раз транслировать знания в массовом порядке за счет тех самых MOOCs, массовых открытых курсов, за счет больших данных, за счет выстраивания именно индивидуальной траектории. Но, внимание, будущее массовых школ в цифровизации, но не в той, которая сейчас, не просто проектор поставить и там камеры какие-то установить, а именно за счет того, чтобы технологии обогащали вот этот процесс через сопровождение персонализации детей. И мы в хорошколе именно закладываем вот этот ресурсный центр, фундамент, потому что нам приходится фактически это делать на нашей российской почве, не опираясь на многочисленные наработки, потому что их не так много. Лучший результат? Ну, мы полгода всего лишь существуем, пока ничем таким похвалиться. Мы уже работали в детских программах, в детских, начальниках образования всей России, приезжали, делились своим опытом. Конечно же, жаловались, что ужасно, все технологии нет. Но мне очень понравилось, как она, один из начальников образования, в Санкт-Петербурге, она сказала, я взяла класс, вот я была там директором школы, взяла класс, три, троечники, там, все, все. Начала вся система, там, Сороса, там, все, все технологии, которые я поняла. Да, они начали показывать результаты, там, четверки, пятерки, все. Нет, какая же система работает. А потом я просто поняла. Я просто начала это увидеть, начала использовать тот же самый медленный подход. И я к чему эту всю историю рассказываю? Что, соответственно, все зависит, ну, как бы от людей. У меня есть один из примеров, потому что, да, там, если я дипломат учил, потому что в школе 25 тысяч человек платит, это вообще не вот такие, ну, это только технологии, все-все. Мне кажется, что эти учителя, да, то есть, как бы, они, что ли, если они будут принимать и перенимать опыт читать, хотя бы они едят в семинаре, то сверху точно есть. Спасибо. А давайте посмотрим, мне кажется, что это будет хорошее разрешение. Спасибо вам, коллеги. Я надеюсь, что, да, мы пригласим в гости, вот, к минимуму, которые у вас появились в книжечке, да, про школу и новую школу. Так, конечно. Я хочу похвалишь. Каждый ученик Ломоносовской школы действует согласно составленному ИОПу. А что же такое ИОП? ИОП — это индивидуальный образовательный план. Индивидуальный образовательный план — это образовательный маршрут учащегося, который он составляет в начале года, вместе со своими учителями, психологами, родителями. И он помогает им удержать заданную планку на протяжении всего учебного года. При его составлении ученики, учителя обращают внимание не только на учебную деятельность, но и на социальную активность, потому что социальная активность является неотъемлемой частью жизни школы. Грамотно составленный ИОП помогает учащимся наиболее эффективно участвовать в социальной жизни школы. Индивидуальный образовательный план учит не только планированию, но и тайм-менеджменту, и организованности, а данные навыки очень пригодятся нам в будущем во взрослой жизни. Что примечательно, некоторые страницы индивидуального образовательного плана посвящены ведению здорового образа жизни, ведь важно заниматься не только умственной деятельностью, но и физическими активностями, а также развивать различные навыки. Отдельная страница ИОПа посвящена таким качествам, как качество успешного человека, soft skills. Именно эти качества являются наиболее востребованными в современном мире и пригодятся любому ученику вне зависимости от выбранной специальности. А что значит индивидуальный образовательный план для нас, учеников основной школы? Он помогает нам ставить цель и выделять приоритеты, к которым мы стремимся. Мы совершенствуем качества, которые пригодятся нам во взрослой жизни. Для того, чтобы быть успешным в учебе, мы формируем свой познавательный стиль, который также заполняем в ИОПе. Результаты развития таких интеллектуальных способностей, как чтение, мышление, память, внимание, мы также фиксируем в индивидуально-образовательном плане. Чтобы хорошо учиться, надо быть здоровой личностью. Своё физическое развитие мы фиксируем в ИОПе. Каждый ученик нашей школы должен быть активным. В индивидуально-образовательном плане мы выстраиваем программу продвижения в конкурсе «Ученик года». В конце каждого года ученики пишут эссе на тему «Мои результаты». Там они анализируют свои успехи и неудачи и строят планы на дальнейшее своё обучение. Ну а мы, одиннадцатиклассники, строим планы на свою будущую успешную жизнь. А можно ещё 50 секунд вашего времени и посмотреть ролик «Хорошкола», потому что там очень интересное различие будет в подходе. 50 секунд для желающих. Пожалуйста. ПОДПИСЫВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТИВАЙТ Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...